Цирк зажигает огни С Эдуардом, Светланой и Юрием Гуламовым А я с удовольствием представлю нашу мохнатую гостью, зовут ее Маги Маги, привет! Ну, я думаю, что Маги мы оставим на второе, а сначала мы спросим у Эдуарда, с чего все начиналось, как вы пришли в цирк? Ну, начиналось с того, что мои родители работали в цирке, начиналось еще от деда Дед был цирковым артистом, он работал такой сложный жанр, его сейчас практически вообще никто не исполняет Каучик, такой жанр, там, всякие мостики, стойки на руках Мой папа с мамой были акробатами, партерными акробатами, прыгали на манеже Я захотел, поступил в Московское цирковое училище, сейчас оно называется имени Карандаша, в Мянцево Там же познакомился со своей супругой Светланой Вместе начали выступать, но по истечению обстоятельств, травм, пришлось думать что-то свое новое И тут помогла Тереза Дурова, младшая Пришла идея сделать воздушный полет с обезьянами, такого в мире не было Ей была интересна эта идея, она и сама дрессировщица И вот мы попробовали в то время, в 90-м году Ну что, теперь Светлана, наверное, мы должны узнать Да, расскажите, как вы пришли в цирк Ну, я не пришла в цирк, меня мама привела, потому что мне маме нравился цирк Свет, музыка И она решила меня привезти также в цирковое училище, в Московское училище, которое называется ВУЦИ Вот, и там я училась и также познакомилась с мужем Вышли из училища, после училища акробатами, правильно? Да, акробатами, да, мы работали вот в бананах И как развивалось дальше? Сделали номер с обезьянами, а теперь к нам вы уже приехали с номером с кошками Как так получилось? Это, видимо, была идея Светланы, да? Ну да На кошек Ну да, вообще Ну, кошки, казалось бы, что тут домашнее животное, но это очень сложное животное для дрессора Не зря говорят, кошка гуляет сама по себе Вот, ну, не хочет она делать ее и не заставишь То есть обезьяны легче дрессируются? Обезьяны, да, тут как бы и на прикормку можно, а кошка вот, то может она взять, то не может она взять, ну, не хочет и никак ты ее не заставишь Голос не повысишь, если на этих, они как бы по природе у них стадные, у них там есть вожак, ух, он там гаркнут, они раз все там усмиряются Здесь еще можно на голос А кошки нет, не дай бог покричишь, все Обидится у нас одна кошка, накричали неделю, она ничего, не выходила И ждали период, пока она вот этот забудет момент, и потом потихоньку, потихоньку Даже люди быстрее отходят, чем кошка Ну, да, нет, кошка Я вам покажу, она день один только переживает Расскажите, сколько у вас питомцев, откуда они к вам попадают? Кошек в смысле? Ну, кошек у нас шесть, и мы смотрели кошечка, котят маленьких выбирали на улице Потому что, как говорили другие дрессировщицы, что если кошку взять с улицы, то она более будет талантливой, сообразительной И поэтому мы искали, вот на улице приглядывали котят Юрий, как вы попали в цирк, был ли это ваш собственный выбор? С самого детства я рос в цирке, за кулисами, всегда представления смотрел И хотел работать, на самом деле, честно скажу, хотел работать Но до цирка работал я в театре еще Как выше упомянутый папа сказал Терезе Дуровой, театр клоунады в Москве Вот, и работал, работал, потом родители сделали номер, подкидную доску с обезьянами И предложили мне, не хочешь попробовать? Я согласился, и начали работать вместе Скажите, какие-то курьезные случаи? Можете вспомнить о своей цирковой истории? Ну, были вот курьезные с обезьянами, когда работали в воздушный полет У нас начинался номер, мы выходили с супругой вдвоем, обезьян не было, вообще не заявлено в темноте Мы делали танец, поднимались наверх, делали какие-то трюки там в течение минуты Потом это было все в затемненном манеже И резко включался свет, и выбегали обезьяны, и начинали залезать наверх, почему только можно было По тросам, по лестнице, и номер был построен, что в шоке мы, как, мы же вдвоем работаем, зачем нам обезьяна откуда-нибудь И одна обезьяна в каком-то представлении что-то она испугалась, она проигнорировала Все, она пробежала весь манеж прямо, убежала в центральный проход Естественно, мы не могли остановить работу, мы продолжали работу Когда отработали, я быстренько побежал, она оказалась в фойе, в буфете, все буфетчицы вот так ручки подняли, стояла И стоял противень с этим пирожным, она все не съела, но понаткусывала Пришлось за это платить Ну так вот, то есть пока артист работает, обезьяна угощается Вот эта обезьянка тоже очень хитрая, бывает, что выходит, ну не хочется ей сегодня и делать Но мы-то наверху, и никто ее не поймает Она выбегала, тоже прямиком манеж пересекает, поднимается в директорскую ложу, садится там на бардюрчик и ждет Мы отрабатывали номер, вот только мы по канату вниз спускались, она медленно спускалась, заходила в манеж, кланялась и уходила И все кружки Какие сообразительные А другие ее партнеры вместо нее, то, что она должна была делать, за нее выполняли трюки Скажите, а вот так без подготовки получится? У нас, ну я боюсь, с обезьянками, конечно, вряд ли, но хотя бы с кошками, это сложно? Я думаю, что, надо пробовать Пойдемте попробуем Пойдемте Но я бы даже попробовал еще все ваши специальности на себе испытать И дрессуру кошек, и может быть даже с Юрой мы какую-то клоунскую замутим интересную шутку Ух ты, идемте скорее в манеж Для начала я хочу вас познакомить со своими питомцами Это носок, Маруся, Лиза, Филя, Сильва, Синди и Черный Макс Черный Макс, это самый бесшерстный, да? Да, самый бесшерстный И я хочу сейчас вам предложить мастер-класс от Светланы Гуламовой Лиза, 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 скорее, скорее, Лиза, Лиза, молодец, Лиза Колбаска Угощи Вот видите, она сделала все сама Ух ты, без колбаски? Без колбаски Давайте попробуем еще раз Вы подходите к тумбе Поднимаем на офф ее Лиза, офф? Даем лакомство Когда-то мы с тумбой так делали офф, это гораздо страшнее Ты что, попробуешь? Попробую, конечно Молодец Наверх поднимаем ручку, даем лакомство Берите кошечку подмышки Бери На, колбасу тогда Ты будешь угощать потом И ножки между брусьев Между брусьев и отходим на другой конец ступени Пойдем, пойдем, пойдем И Маруся, Маруся, идет Маруся, Маруся Под попку идет Молодец, молодец Молодец Смотри, цирк Сейчас будем пробовать с тобой Жанр, скажем так, эквилибр Эквилибр Надо встать одной ногой сюда Второй надо сюда Я хочу хоть встать хотя бы, чтобы без твоей помощи я мог постоять А вот правую руку берем чемодан травы да и оставляем из на месте вот отлично отлично да 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 а теперь двумя руками вырываем все меня зачислили в клоунский состав мы теперь с юрой будем выступать все катя прощай в общем сложно даже быть клоуна конечно а ты думаешь что меня называешь клоуном крупная анастасия анастасия мы с анастасией покажем вам номер который будет называться балет в цирке готовы еле я поймал анастасии действительно достаточно большой простите простите меня пожалуйста анастасия простите это был проект цирк зажигает огни его королева екатерина иванилова и его король сергей муканов до встречи в цирке а